Приветствую! Сегодня мы посмотрим бомбический матч между двумя одними из сильнейших игроков планеты. Сверху справа, на карте Twisted Meadows, стартует инфи. Возможно, сильнейший игрок за альянс планеты, просто у него есть люди, которые... Есть сейчас люди, которые могут поспорить на этот счет и оспорить это звание, но, тем не менее, инфи очень хорош. И он силен еще тем, что он играет за все расы. Он часто на турнирах, ладно, не часто, время от времени практикует игры за эльфов, за орков на турнирах и с переменным успехом, но, тем не менее, он один из немногих, кто это может делать. И в Ладдере, когда он играет просто обыкновенные матчи, в матчмейкинге он играет за случайную расу, чтобы практиковаться, тренироваться и замечать слабые и сильные стороны всех рас. Тут же он играет за ночных эльфов. Против него сильнейший игрок запада Дмитрий Костин, Ака Хэппи, очень сильный игрок, занял топ-1 на летнем WGL, топ-2 на зимнем WGL, самый успешный игрок 2019 года, безоговорочно. В какой-то степени повезло или не повезло, скорее даже повезло инфи, что они находятся на противоположных точках, то есть карта Twisted Meadows, она же такая достаточно масштабная. Она для четырех игроков, поэтому игроки могут появиться где бы то ни было, в разных местах, могут рядом находиться, а могут далеко друг от друга. И сейчас они находятся на самых отдаленных друг от друга местах, и это может помочь инфи вывести игру в макро. Макро, которая так не любит Хэппи, потому что раса сама, Undead, и не предполагает макро-разводы, и вот такой вот прям лютый лейтгейм, потому что это раса одного сражения, или раса, которая любит в первую очередь заканчивать все сражением, одним ключевым генеральным. Но с другой стороны, инфи, это, решил взять не Варден, то есть обычно Twisted Meadows берут именно Варден для того, чтобы разводить Undead по карте, чтобы он действовал максимально... ну, чтобы он расползался по карте, и эльф мог выводить игру в глубочайшее макро с высокими левелами, большим количеством баса и так далее. Здесь же мы видим Demon Hunter, и Demon Hunter тоже хорош, конечно, если он предположительно возьмет шестой уровень, то может много чего здесь сделать. Отправляется он на криппинг, перчатки скорости выбивает. Хэппи хочет что-то своровать, очевидно, и получится ли у него. Ну, вроде как нету, вроде как нет. Прибегает сюда сразу же Барон Морде, Барон Смерть. Сразу же получает выжигание маны в лицо, чтобы неповадно было, именно поэтому хэппи прокачивает на первом уровне именно Ауру. Все равно бессмысленно использовать Кайлы. Так он использует максимум два, может даже один, скорее всего. А так он сможет останавливать себе здоровье, бегать туда-сюда и пытаться мешать. Хотя, конечно, он таким образом мог бы пытаться забрать вот этого вот товарища, но не получилось. Т2 нажимает хэппи, Т2 нажимает также еще и инфи. Ставит третий колодец. Делает уже дополнительных лучниц. Взрывается светлячком для того, чтобы уничтожить скелета, выжечь ману в лицо смерти. Хотя, опять же, это бессмысленно, потому что у него Кайла все равно нету. Но самое главное, не дать опыт вообще ни в какой степени для того, чтобы лицо смерти не смог разгоняться. Demon Hunter хочет явно где-то прокачаться. Аклид смотрит, везде хочет найти экспанд, который потенциально может где-то быть, видит, что нету. Осталось еще посмотреть. Ну, я думаю, вот эту вот точку он проверил, да? Да, вот эту вот точку он проверил, эту точку он проверил. То есть, он понимает, что экспанда, по крайней мере, на ближайших точках нету. В итоге он заставляет Demon Hunter гоняться за собой и не прокачиваться, что в его ситуации достаточно хорошо. И при этом не отдает скелетов, потому что там несколько скелетов. Четыре скелета могли бы дать новый уровень Demon Hunter второй, такой долгожданный. Т2 уже на половину сделалось. У половины игроков. Ставится охотничий зал. Это будет игра через, ну, скорее всего, моздряда, так понимаю. Или что-то в таком духе. Может быть, он в Т3 сыграет. Посмотрим. В любом случае, Древа Войны идет к лагере наемников. Проедает себе путь для того, чтобы танковать урон. Для этого лучницы должны убежать отсюда. Вы сами видите, что скелеты терроризируют светлячков. Неприятно. Как что-то творит здесь Demon Hunter. Пользуются тем, что Хэппи не прокачал башню Нюруба. Но гоняться за Акалитами на базе Андеда, это бессмысленное занятие. Особенно против Андеда уровня Хэппи, который контролит Акалитов, а не сбивает на них. Но, как минимум, они хотя бы добывают чуть меньше золота. Если Demon Hunter купил себе, да, он купил после телепортации. Это более чем нормально. Лучницы подходят к Древу Войны. В это время Хэппи достаточно спокойно убивает точку на золотой шахте. Выбивает амулет энергии. Просто бесподобный артефакт для него. И при этом он получит здесь второй уровень. Еще Вурдулаков с собой взял. Все прекрасно у него. Появилась башня Нюруба. Есть также главное здание, которое стреляет на полских телепортаций. Возвращается для того, чтобы покрипиться. Много урона впитало Древу Войны. Но, похоже, на этом все. Джезу похищение Маны получил. Также еще и сапоги Ловкости. Плюс 3. Есть Т2. Пока что ничего не ставится. Потенциально, да, вот Древо Мудрости только хотел сказать. Но посмотрим, что он будет делать. Или это Маздриады с Экспандом. Но Экспанды должны в ближайшее время ставить. Или это Т3 с Медведями и, может быть, Великанами. Иногда такое делать. В последнее время это стало достаточно модно. Делать Медведей плюс Великанов в Войте за эльфов. Против Андедов. Для того, чтобы хоть как-то удерживать урон. Бойню ставит Андед. Скоро закажет также второго героя. Скорее всего, это будет Нага, правда. Также Нагу взял еще и инфи. Паркипица хочет Демонхантером до третьего уровня. Чтобы было второе выжигание Аманы. Перчатки скорости отдал Наге, чтобы она чаще стреляла. Хочет убить Древо Войны. Но это, в принципе, не особо имеет смысл. Сейчас в любом случае там ничего не будет делать. Но за Древо Войны дают опыт, поэтому убить его лишним не будет. Учитывая, что оно легко уничтожается, когда оно не закопано. Сами видите. Единения с природой нету. Всего лишь вторая броня. 11% понижения урона. Третий уровень у Рыцаря Смерти. Второй Койл. Здесь оба игрока продолжают крепиться. Скелеты разведут. Видят, что нет экспанда. Поэтому успокаиваются. Да, нажимает Т3. Это, видимо, будет играть ряд медведей. С поздним добавлением великанов. Скорее всего, не думаю, что это будут голые медведи. Это достаточно прохладная стратегия против нежити. Которая контролит, я напомню. На постах телепортации Демон Хантера возвращается для того, чтобы восстановить себе ХП. И при этом еще Нага может прокачиваться. У него две перчатки скорости. Она быстрее стреляет. А Калин находит противника. Видит, что он снизу. Успокаивается. Это значит, что он может попытаться покрепиться в этой зоне, если он этого хочет. Лично, конечно, боюсь. Нет, все-таки Лич боюсь. Все-таки вторым. А третьим будет Нага. Ну, Хайф всегда берет Нагу против Демон Хантера. Это одна ТМ. То есть, от Металлс. Может, он что-то и другое сделает. Но это будет нестандартное решение с его стороны. Стричок подходит к этой территории, чтобы потенциально здесь поставить дополнительную базу. Когда будет возможность. За три скоро будет. А медведи подстраиваются. Дряда ведь быстро есть. Дряда одна есть. Не, вторая есть еще. Ну, две триады иметь хорошо для замедления. Чтобы была возможность с медведем как-то атаковать. А то так Undead будет на ауре пытаться бегать туда-сюда. Ир за смертью. Выбил себе кольцо. Хороший артефакт вообще в его ситуации. Потому что вместе с аурой он быстро останавливает себе хп. Робу магии выпил для леча. Выбил. Уже выпил плюс 8 урона. Когда купить сферу, будет еще больше. Скоро будет Т3. Соответственно, мастерство у медведей. Ну, просто такая пассивная игра довольно, как вы видите. Т3 уже есть. Качаются статуи. Делаются статуи и пауки. И рыцарь смерти отправляется за кайлом. За сферой, точнее. Какой кайлом? За сферой, проклятие. Но ему нужно подождать немного золота. Но, в любом случае, рыцарю смерти уже качаться, конечно, дальше хочется. Но будет круче, если личь в одиночку покачается от 3 уровня. Чтобы была вторая новая. Да, ставит в итоге древо жизни. Забавное местоположение. Да, прям так внутри. Третья нага. Вторая молния. Демонхантер почти четвертый. Будет второй у ворот. Ну, так и качается. Сфера появилась. Здесь выпал. Что у нас выпало? Венец Богородства отсюда выпало? Нет, он был уже. А что отсюда выпало-то? Да вроде как уже все было. Че-то не понял. Амолит энергии был. Кольцо регенерации было. Ну, наверное, Венец Богородства выпало, правильно? Ну, вроде как он был. Ну, ладно. Больше просто ничего не осталось. Так, мастерство есть у медведей. И тут крепятся. То есть прокачивает своих героев. Демонхантер в Войте очень хорош. Особенно с такими артефактами. Близ 14 урона, 900 хп. Если он возьмет ультимативную, то будет мощно. В это время Хэппи ставит базу. Максимально легко это делать в наше время за андедов. О, заметили вот тут базу Хэппи. Она такая довольно внутри стояла. Поэтому можно было не обратить на нее внимание. Но так как день радиус видения... Радиус обзора достаточно высокий. Красную точку крепит. Хэппи выпал Роквит Троф. Хороший артефакт. Еще одна база ставится. И посох Нематы выпадает для эльфа. Прекраснейший артефакт. Вообще бесподобный, я даже сказал бы. Не берет нагл, кстати, третьим героем. Забавно очень решение от андеда. Посох Нематы против Нежити. Это очень круто. Потому что можно использовать его по Рыцарю Смерти. И в итоге не будет никакого Кайла, никакого спасения. Еще одна база ставится. Но это фишка Туистед Медаус. То есть можно легко ставить миллион баз. И пытаться выводить игру в какой-то глупочайший лейт. Флейта меткости выпала для эльфа. В принципе, хороший артефакт. И вот начинают появляться первые великаны. Сверопроклятие. В принципе, бесполезный артефакт. Можно будет продать потом. Потому что... Начинается, сверопроклятие. Потому что у Лича уже есть сверопроклятие. И сверопроклятие с ней не будет работать. А для Рыцаря Смерти этот артефакт полностью бесполезен. Нажется, что если у кого-то третьего героя брать. Но опять же, если это будет Нага. То у него будет ледяная стрела. Сверопроклятие будет бесполезно. Так, вот подходит великан. Просто кривец. Это, конечно, ультрапассивная игра. Ничего не скажешь. Демонхантер где-то там бегает. Нага качается. Странно, что Демонхантер в одиночку бегает. Ему бы, наоборот, опыт впитывать. Был бы пятый уровень. Третье выжигание маны. Это же просто какая-то бесподобная тема. Была бы. Минус 150 маны за одно использование. Три раза используешь по Рыцарю Смерти. У него уже нет маны. Два раза. И он пару кайлов только может использовать. Ну, а Демонхантер пытается здесь что-то сделать. У него в любом случае есть полная телепортация. Он сможет вернуться к своей базе. Экспанд здесь с другой стороны отменяют Хэппи. Он явно хочет использовать свиток телепортации. Демонхантеру нужно телепортироваться. Скорее всего, пару-тряд погибнет. Ну, по крайней мере, одна. В теории нет. Она отходит. Пытается горный великан отлить на себя внимание. Не особо получилось. Убил одного Акалита здесь Демонхантер. Он просто не успел Хэппи сконтролировать. Ох, как же Нага теряет здесь. Она вынуждена использовать свиток телепортации. Потому что Хэппи отрубил пути к отступлению. Основная армия отходит к Демонхантеру. Но здесь убил одного Акалита. Это, безусловно, неплохо. Но не более того. Именно что просто неплохо. Кстати, единения с природой нет. Ее желательно прокачать. Купил крошера для добычи дерева. 64 лимита на 49. Андетта значительно больше. Но Андетта добывает с двух баз. Поэтому ему можно. Правда, проблема в том, что здесь Хэппи... Он не знает о существовании этой базы. Но он может только догадываться об этом. Или он хотел покрепить эту точку. Видеть, что здесь экспант. Но для него важнее защитить свою базу, чем убить вражескую. Поэтому он спускается вниз для того, чтобы перехватить противника. Он видит, что там не так уже много войск. В разные стороны сплитится здесь эльф. Понимает, что он прямую битву не выиграет. Поэтому нужно как-то разводить. Как же много урона у Демон Хантера, конечно. У него есть посох телепортации не в перезарядке. Поэтому он сможет отсюда уйти. Только не нужно ждать, чтобы не получить Койл нового в лицо. Но, собственно, он ее получил. У него таки супер мало здоровья. Став есть у Наги. Но там есть омоложение у Медведя. Этого достаточно в этой ситуации. Еще внутри его жизни ставится. Хэппи хочет отменить эту базу. Но начинается эта классическая эльфийская. Я строю миллион деревьев по всей карте. Если я хочу построить дерево в лесу. То мне никто от этого не... Никто не сможет меня остановить. Кстати, не продал до сих пор. Что интересно. Сверу проклятия. Но, в любом случае, когда ему нужно будет резко золото. То продаст. Просто это бесполезный артефакт. Толком. Который стоит много золота. Есть, кстати, великан с осадной атакой. Потому что он дерево взял. Дриаду спасли. Пытаются убивать там вурдалаков. Всяких околитов. В принципе, получается. Но все равно сложновато. Как вы сами можете понять. Древо жизни наконец-то построилось. Начинает оплетать трудник. В это время лучницы защитили базу. Падает экспант. Но там уже есть на защите другие. Почти убили зекурат. Но подошли околиты и отремонтировали. Не хватило немного урона. Экспант у андеда стоит достаточно крепко. Потому что потная застройка. К околитам не пройти. Есть башня духов. Которая может отстреливаться и, соответственно, защищать. Эльф выходит в увеличенную армию. Делает, наконец-то, единение с природой. Для того, чтобы было больше брони у зданий. Ну, древ, соответственно, конечно. Околит здесь своими лапками. Марифорж, конечно, сделан так, что не лапками. Атакует. Он кинжал достает и им атакует. А здесь же буквально он лапками атакует своими. Пощечину дает. Идет, стоит экспант убивать. Потому что о нем знает. Но у Хэппи хорошая разведка. Он все видит. Кстати, башня. Башня Руба сейчас появится. Поэтому сразу же медленным очень станет Демон Хантер. Оно хотя бы убьет одного околита. И получает пятый уровень. То есть у него третье выжигание. Эта база в итоге падает. Так, это бесконечный размен. Потому что эльф понимает, что он просто в прямом бою здесь не потянет. И Древо Жизни таки не будет. А, он пытался прогнать противника, используя посох телепортации. И вот это таки получилось. Потому что он не ушел. Соответственно, потерял время. И за это время Андетт смог уничтожить. А, нет, не уничтожил Древо Жизни. Воу. Ошибся. Видимо, он не понял, что там нету... Что там есть уже единение с природой. Думал, там меньше брони или что-то в таком духе. Но в любом случае он не успел уничтожить. У него было еще там время немного. Так, главное, что Демон Хантер не отъехал. И он не отъезжает. Живет. Все еще продолжает сидеть в 50 лимите. Но проблема в том, что он не добывает золото с двух баз. Только сейчас, но скоро начнется. Как же Хэппи, конечно, бесконечно разведывает всю карту. Постоянно хочет понимать, где есть дополнительная база, а где нету. То есть, разведка бесподобная у российского игрока. Тут в идеале, конечно, Эльфу хочется, чтобы у него там незаметно где-то база построилась и так далее. Но это просто так не получится в этой ситуации. Вот в чем прикол. А у Антеда база работает. Да, Акклиты умирают. Но самое главное, что здание работает. Новые Акклиты могут быть подстроены. 61 лимита против 47. Хэппи очень сильно хочет дать прямой бой. Чтобы противник никуда не ушел. Но это будет сделать очень сложно, откровенно. Вурдалаки спускаются для того, чтобы отменить древо жизни. Но там армия это перехватила. Горного великана, вероятно, здесь убьют. Не хватает, конечно, ему какой-то брони. Потому что у него в итоге 0 брони и 0% понижения урона. Так что даже учитывая свою пассивку, он разваливается на части. Ну, вот так вот сплетятся войска. Демон Хантер идет атаковать Мейн. Но он один, а там две башни духов и еще две башни нерубов. Ну, по сути, как бы... Башни нерубов и темно-нерубов. Телепортируется Демон Хантер к ним. Пытаются убить магазин для того, чтобы получить доступ к остальным зданиям. Мейн все-таки у эльфа сгорит. Ничего ты с этим не сделаешь. А, Рык использует медведь. Пытаются убить башню духов. Это в итоге успешно получается. Мейн упал у эльфа. Это большая потеря для инфи. И Андетт в итоге телепортируется защищать свою базу. Ну, в принципе, не особо большие потери. Просто Зекурат упал и магазин. Это мелочи. Самое главное, что он убил мейн противнику. И теперь будет очень сложно что-то здесь сделать инфи. 42 лимита на 62. Наконец, скоро начнет работать Древо Жизни. Но о ее существовании знает Андетт. Здесь еще одно Древо Жизни отменяется. Ну, вот. Раз, два, три. Просто... Ну, прямо сейчас две шахты работают. Но скоро еще и третья начнется. Правда, тут светлячков нет. Не хватает мультитаска, видимо. Чтобы их прямо сейчас заказывать. Вроде как, лимит позволяет. Хочет что-то купить. Зелень и видимости. Использовал. И купил еще свиток телепортации. А Демонт Хантер опасен. Если он возьмет шестой уровень, он будет очень страшным. Прибегает небольшая армия. Акалита хотят перехватить, чтобы он не мог разведывать. Еще тут хотят поставить базу. На мейне почти не осталось золота. Поэтому ставить там шахту, в принципе, бессмысленно. Некрополис, Раш, АК Хэппи. Ставит еще один дополнительный экспанд. Отстроился полностью первый экспанд. Ну, сюда забегает внутрь. Нага будет сейчас стрелять. На него будет телепортироваться. А, нет, Демонт Хантер не будет телепортироваться. Он просто прибежит на ноге. Ну, здесь будет молния. И так вот будет страдать. Светок телепортации использования. Это просто на личном телепорте подлетел Лич. Его достаточно в целом. Акалиты отошли. Их не достать. Потому что высокая скорость передвижения. В итоге возвращается домой Демонт Хантер. И на посохе телепортации Нага возвращается к своей армии. Долгом ничего не достигнул. Всего лишь погиб Одиноколит. Ну, так можно продолжать разводить по всей карте. Нет, все-таки ставится Древо Жизни. В любом случае это выгодно. Потому что там больше золота, чем стоит Древо Жизни. Поэтому... Почему бы? Нет, Т2 нажимает Эльф. На точке максимально далекая от противника. Прокрепливаются дальше. Тут Нагу прокачать до пятого. Отменяет в итоге вот эту вот базу. Но не теряет время. Правда, проблема в том, что он, видимо, не знает о том, что тут строится база. Да, вот именно. Поэтому рано или поздно он об этом узнает. Это станет для него безусловно неприятным сюрпризом. Посох телеп... Нет, это светок телепортации. Нет, это был посох телепортации. Светлячки выходят для того, чтобы отремонтировать. Они выигрывают время. Магазин падает. Пытаются убить Акалитов. Акалиты новые отстраиваются. Светлячки были все уничтожены. Древо Жизни также уничтожено. Но еще есть другие. Это далеко не единственные. Сейчас героям желательно выжить. Посох Немоты используется для того, чтобы Кайо не было. Но Сфинкс съедает Немоту. Так что все у него в этом плане нормально. Светок телепортации использовала Нага. Ну, не знаю. Как бы убили пару Акалитов, убили магазин. В любом случае, это просто ротация по карте, которая позволяет жить дальше. Древо Войны была уничтожена. Которая пыталась здесь как-то застроиться. Но тут, как сами видите, Хэппи Непоха так застраивается у себя на Экспанде. Зекураты крепкие. Их просто так не сломать, потому что у них тип бронездания. Есть Некрополи, где можно делать Акалитов, если они погибнут. То есть, в любом случае, защита неплохая. Проблема на том, что только вот эти вот Зекураты еще не достроены до конца. И вот армия есть, Койл. У него есть... Использовал... А, я съел своего Паука, чтобы мана было. Но Инфи это прочитал. И сам использовал в ЖК, но все равно маны хватило на Нову. Нага возвращается у Демон Хантера. Но ему надо вернуться домой для того, чтобы колодцы испить. Просто какая-то жесть по карте происходит. Инфи пытается как может разводить. Хэппи пытается как может держаться единым кулаком. И дать выгодный бой. Поэтому суть андетов. Дать один выгодный бой. И ты победил. Но Инфи достаточно умен для того, чтобы не сражаться в чистом поле. А пытается именно разводить. У него очень серьезная золото добыча. Вы сами видите его ресурсы. 2800 золотых монет. Он только хотел сказать, чтобы он сделал Т3. И он нажимает сразу же Т3. Мы на одной волне, как видим. Купил гоблина подрывника. Правильно? Я где-то слышал. Да, вот купил трех гоблинов подрывников. Из-за огромного запаса золота. И хочет тупить здесь зиккураты. Ну что, то их не подпускает. И Шэппи видит. Специально ставит... Да, ну то есть слишком долго тупил. Специально ставит околитов на пути, чтобы они не могли пройти. В итоге подошли. И в итоге два зиккурата почти погибли. Сюда подходят еще демонхантеры. В итоге все добивает. Ну должен добить, по крайней мере. Ну нет, здесь околиты слишком рьяно работают. Еще гоблинов подрывников купили. Просто на все золото реально покупают гоблинов подрывников. И пытаются убивать зиккураты. С другой стороны здесь экспант погиб. В итоге зиккураты были спасены. Потому что у них тип бронездания. Их очень сложно ломать. Подходят зиккураты. Подходят к зиккуратам гоблины. Но в итоге опять же ничего толком не уничтожили. И скорее всего они, ну куча околитов погибло. Пытаются добить хоть кого-то. В итоге ничего не погибло на этом экспанде. Кроме дриады и может быть пару околитов. Сюда еще вниз телепортируются. Убили два зиккурата. Это хоть что-то. Но учитывая гигантские экономические потери, которые понес эльф из-за этой атаки. Так как каждый подрывник строит гигантское количество золота. То это наверное того все-таки не стоило. Потому что у Беона мелочь. Два зиккурата. Серьезно что-то. Это просто ничего. Ну и три околита. Пять околитов. Пять околитов и два зиккурата. Это ничего не стоит на фоне потери эльфа. Еще одну базу хочет поставить хэппи. Это уже будет четвертая. И он накрепляется на своих точках. Эльф не может его никак порбить из-за... Ну вы сами видите. Но надо пытаться как-то армию отстраивать. Золота там много. Может он собрать какую-то эффективную сталимитную армию. Вот прилетает сюда. Моу не убивает господ. Околитов. Опять Демонхантер продолжает разводить. Но это стандартная ситуация. Сейчас хэппи сплетит свою армию на две части. Чтобы сразу быть в двух местах. Так, собственно, герои сверху, юниты снизу. Древо жизни пытается отменить. Демонхантеру желательно отсюда уходить. Он сейчас может умереть вообще. Невоязвимость используют. И будет пытаться на ноге сейчас уйти. Но замедление от башни Руба действует даже 10 секунд. Это невообразимо огромный период времени. Так как нету Койл Новый. Пытается уйти. Вроде как да. Даже уходит. Приходит в желтый лимит. Сейчас как раз инфи. Понял, что пора. Когда уйти 3000 золотых монет. Смотрите. Закопал специально паука. Для того, чтобы знать будет ли тут ставиться база. Ну или просто забыл об этом. Но я думаю именно закопал. Для того, чтобы в случае чего была разведка. Здесь надо зекураты ставить. Для того, чтобы защищаться как-то. Ну опять же. Эльф делится на две части. Первая армия сверху. Вторая армия снизу. Нага хочет просто молнии поубивать Акалитов. В итоге сейчас оттягивает на себя внимание. Нету подрывников. Поэтому просто так эти зекураты не убить. Это мягко говоря сложно. Делается улучшение на защиту и атаку. Для медведей, великанов и дриад. Пытается разводить Акалитов. Рык. Демонхантер почти шестой. Он может быть опасным в прямом бою. Хэппи пытается прогнать своего оппонента. Но не получилось на этот раз. Лич вернулся обратно или где он? А он вниз вернулся. Для того, чтобы воевать с Нагой. А Нага в итоге телепортируется к своей основной армии. В итоге верхний экспант все-таки Хэппи теряет. Но есть еще два. Поэтому потеря не гигантская. 64 лимита на 77. Потому что двух великанов построил, которые занимают 14 лимит. В итоге 21 лимит занимает просто сугубо великаны. Не слишком ли много. 103-1 улучшения. Скоро будут. Я там уже и 3-2. Телепортировался. Здесь не хватает двух великанов. Для того, чтобы как-то на равных воевать. Аня ультимативно есть у Демонхантера. Он наносит очень много урона. Прямо разваливает все. Вы сами видите, сколько урона наносит. Просто посмотрите на полоску ХП. Юнитов нежити. Почти развалился Лич. А Демонхантер здесь, конечно, разваливает. Безусловно. Лимиты достаточно равные. Но это просто... Два великана снизу. То есть это минус 14 лимита у эльфа. Но тут один Демонхантер уже в соло разваливает просто. Плюс Нага хорошо прокачена тоже. Но надо быть остороженнее Демонхантеру. Он теряет много единиц здоровья. Ставь есть у Наги. Она сможет спастись из-за своего героя. Она его и спасается. И так телепортации используют. В это время два великана пытаются пробить проклятую шахту. Но это не особо у них получится. Пытается не взять сейчас еще и бревна. Для того, чтобы наносить больше урона по зданиям. Вообще не хватает, конечно, башни Неруба. Чтобы также замедляло юнитов. Еще больше великанов делает. Считает именно они нужны в этой ситуации. Кстати, а экспант так-то продолжает работать. Ну, то есть, зекураты упали. Но сама шахта-то есть. Есть Некропольс. Поэтому живем. 3000 золотых монет у эльфа. Древо жизни закончило свою работу в шахте. Теперь спускается вниз на эту точку. В теории можно и сюда. Туда ближе было бы. Сюда приходит опять эльфийская армия. 3-1 у великанов. В теории с такой атакой они должны разваливать башни. Сюда попался демонхантер. Но в итоге улетает к своей армии. РЦ смерти со своей армией телепортируется вниз, чтобы дать бой. Один из медведей погиб. Ну, это мелочи. Здесь, конечно, равный бой давать сложновато. Откровенно. Потому что армия не та. Еще великаны? Ничего себе. То есть, 4 великана суммарно. 28 лимит на великана. 28. Жесть. Это реально очень много. Это почти 9 пауков. Ну, примерно, там, 9 пауков. 3 великана и 9 пауков. Сильно, да? Ну, вроде как. Из меня плохой математик. Мне почти 4 великана, прошу прощения. 4 великана и 9 пауков. Вот это нормально. А, она все-таки наверх подошла. Ну, есть война между околитом и древом жизни. Хороший вопрос, кто в итоге победит. А, снизу пытается подувить околитов. Ну, тут только герои. На стаф он возвращают. Нага телепортируется к основной армии. И они планируют идти куда. Вообще, в идеале, вот эту вот шахту нужно добить. Улучшения на защиту не делаются пока что. Больше дрят. Светлячки подходят к новой шахте. Они все-таки на эту точку решили пойти. А, нет, посплитились. Посплитились в разные стороны. Тут зеккуратов нету, поэтому супер легко добить околитов. Опять же, сытком телепортации пользуются андет. Для того, чтобы как-то защитить базу. Некрополис погиб. Ну, он почти ничего не стоит. При этом он обладает большим запасом здоровья. Размен великана более чем достойный. Его ситуации. Герои в это время... Точнее, Нага и небольшая пачка юнитов в это время убили все-таки этот экспан до конца. Демонт Хантер использовал ультимативно для того, чтобы хоть как-то пробить зеккураты. И все-таки у него это получилось. Может добить второй. Или убить околитов. Что его ситуация, наверное, более выгодна. Ну, сейчас, конечно, бить шахту круто. Потому что он в это время еще и всех околитов атакует. Просто посмотрите на эту красоту. И в итоге эта проклятая шахта погибает. Это невероятно крутой размен для эльфа. То есть просто из ниоткуда просто так добивает шахту. Это мощно. Сейчас еще не есть зеккурат, убьет. Будет совсем хорошо. В идеале здесь, конечно, все добить. Но в размен эльф тоже потеряет здесь древо жизни, скорее всего. В итоге у эльфа останется всего одна база рабочая. Как и у Андеда. А нет, у Андеда... Да, у Андеда всего одна база осталась. Ну, тут проклятая шахта есть. Но ничего про имя него нет. Поэтому околитов там делать достаточно бессмысленно. Просто какие-то сумасшедшие экономические размены на этой карте. Как будто это самый настоящий Старкрафт. Там химеры появились или нет, послушаюсь? Да, начинают строиться химеры. Гнезда химер построились. Не обратите вы на это внимание. Но это сложно обратить внимание в происходящем хаосе. Тут пройти внутрь будет проблематично. Башня Неруба есть. Но есть подойдет вся армия. С другой стороны сюда подходит еще и Андед. Посох. Став есть. Ставается Нага. Пытается перехватывать там юнитов. Убивать очень мало маны. Древожизни здесь перехватили. Рано или поздно к ним подойдут и сломают. Но пока что оно строится достаточно спокойно. А, пытается его у Мэйн Андеда убить. Великанами это сделать вполне вероятно. Да, конечно, нервотрепка для хэппи эта игра. Но только так эльфы и могут побеждать. По крайней мере на этой карте. Имеется достаточно эффективно и стабильно побеждать. Так-то можно разными стратегиями выигрывать. Но прям стабильно. А, тут еще один экспант падает. Здесь эта шахта работает. Ну, конечно, с экономикой он дает большие проблемы, безусловно. Третье на улучшение. Делается, наконец-то, второе улучшение на защиту. Будет 3-2. Великанок станут крепче. Пытается отменить вот эту вот базу, потому что она строится. Тут еще есть дриады. Но их можно легко будет добить. Слушай, а как много урона нанес, конечно, Акалит. По строящейся базе. Безумие просто. Где-то 400 урона нанес или что-то в таком духе. Да, Древо Жизни погибает. Взрывается сердечок для того, чтобы ману сжечь. Все-таки цель убить мейн на базе. Ну, это будет сложно сделать. Но хотя, если ультимативно есть у Демон Хантера, то можно постараться. Но там просто рядом стоит база. Поэтому просто так пробить будет несколько сложновато. Нага почти шестая. Ультимативно вряд ли будет брать, понятное дело. Скорее всего, третьи ледяные стрелы будут. Пытаются перехватить Демон Хантера. Где Нага вообще? А, на нее Демон Хантер летел. Как раз пытаются убить эту базу. Ультимативную используют. Не слишком. А, нет, я взял ультимативную все-таки на Наге. Ну, хотя на самом деле, учитывая его стратегию и как он разменивается, то ураган даже будет неплох. Потому что Так-Нага вообще урона не наносит. А с ураганом, с тайфуном, она хоть какой-то урон наносит, в принципе. В итоге уходит и выживает даже. В это время масс химеры производят. Сколько их там уже? Должно быть в теории очень много. У меня же были уже химеры, где они? А, сверху, вот они. Четыре-пять химер. Нужно какой-то антивоздух против сфинксов. Неужели упор на одних только адрят? Разваливается здесь все. Со сфинксами летают, точнее, за химерами летают сфинксы. Великаны подходят на мейн к андеду и пытаются его убить. В это время преследуют нагу. Реально Старкрафт? Реально Старкрафт. Мультитаз жесткий. Но, собственно, в этом слабость андедов. Они не так эффективны, как другие расы. При таких разводах, особенно учитывая плейстайл хэппи. То есть единый кулак и единое сражение. А эльфы в этом достаточно сильны. Но так играть очень сложно. Очень сложно. Легко потерять концентрацию, потому что ты контролишь сразу в четырех местах одновременно. Начинается прямая битва. Тут мало химер, потому что цена химер летает в той стране. Герои андедов прибежали. Нага подходит. Но она все еще далеко. Ее не хватает. Великаны могут развалиться, потому что они все там красные. Есть андеда, конечно, очень много. Сидко-телепортации у демонхантера нет. У него ультимативной также нет. Но нага наконец-то пришла. Очень мощная молния. Сидко-стреление использует андед для того, чтобы спасти свои войска. Великан пытается жить, конечно, учитывая броню и пассивку. Он здесь неплохо так живет. Закапываются пауки. Просвета как такого нету. Став по великану. Сидко-телепортации еще нету демонхантера. Удобивает юнитов. Эльф выходит в красный лимит. 62 лимита у андеда. Золота у него нету. Он только с одной шахты добывает. Прилетает куча химеры. Сейчас химеры это все убивают. И в итоге герой эльфов сильнее, чем герой андедов. У андеда не остается армии. Есть химеры для того, чтобы уничтожить войска. И в этом невероятном матче. Просто чистом Старкрафте. Инфи очевидно одерживает победу. Потому что герои андеда сейчас здесь погибнут. Фантастический матч. Просто невероятно. Вот он макро в Варкрафте. Традиционно принято считать. И вполне справедливо, что Варкрафт это игра микро. Где решается все о каких-то нескольких ключевых сражениях. Битвах и так далее. Но на этой карте толком битв не было. Были разводы от инфи. И чистый Старкрафт. Чистая макро. Собственно, было явно показано слабости андедов. И то, что они очень уязвимы к разводам. Ну и то, что выбранный стиль хэппи. Именно суда конкретно в примере на этой карте. Не особо подходил для того, чтобы с этим воевать. Прекрасная игра от инфи. Просто бесподобная. Но, к сожалению или к счастью, это работает только на Twisted Meadows. Это единственная такая большая карта. Другие карты слишком маленькие для того, чтобы в такое лютое макро играть. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. И удачи в плавании. До встречи.